Добрый вечер! Поехали сегодня в дом моды Фердаус Айшат Кадыровой, который открылся недавно в Москве. Купить мне платье. Платье красивое, но стоит 50, 80, 100 и более тысяч рублей. Хочу извиниться за то, что ничего не купила. Тебе надо это сделать официально, где-нибудь записать видеоролик с извинением. Как ты посмела прийти в салон и уйти от этого, ничего не купив? Это, кстати, тоже у нас такая тема, ведь есть. Многие же с этим сталкивались. У нас вот в Европе, что хорошо, ты можешь, допустим, что-то купить, даже в интернете можешь заказать себе. К примеру, там кроссовки, допустим, ты себе заказал. Или пошел, купил такой, пришел, допустим, дома одел, их там посмотрел. Что-то, ну, не знаю, не стал ты это как-то, не смог ты это оценить, допустим. Снял, дня два где-то там потусовался, пришел обратно, вспомнил, что ты купил кроссовки, опять что-то ты их одел, что-то не нравятся они тебе, да? Ты просто берешь и возвращаешь их. И тебе не надо объяснять, вот почему ты их возвращаешь, вот что тебе в них не понравилось, почему они тебе не подошли. Вообще никаких вопросов тебе никто не задает. Ты просто приходишь, говоришь, дайте деньги, верните, я хочу вернуть эти кроссовки. И все, тебе возвращают. И так с любой вещью практически. У нас, когда ты заходишь в какой-либо магазин, и если ты там что-то там примерил, то все. И там считают, что ты уже обязан у них вот эту вещь купить. Часто с этим сталкивались дома. Это сейчас не относится ко всем магазинам, сейчас не надо писать, о, Тумсо, там у меня есть магазин, и у меня не так. Понятно, что есть нормальный, но у нас с этим сталкиваешься часто. Продолжение следует...